Привет, девочки! Сегодня у нас будет тренировка на фитболе для беременных. И первое упражнение это своеобразный вакуум, вакуум для беременных. Мы как бы обнимаем нашего малыша, выдыхая воздух из брюшной полости и животик втягивается. Раз, два. Это упражнение абсолютно безопасно и полезно для малыша и для мамы. Просто посидеть или попрыгать на фитболе облегчает боль в пояснице. Для мобильности тазобедренного сустава делаем покачивание влево-вправо, а также вперед-назад. Особенно хорошо акцентировать внимание на покачивание таза вперед-назад. Особенно вперед для того, чтобы подрастянуть поясницу. А также расслабить ее, потому что во время беременности обычно из-за того, что растет живот, получается такой лордоз, то есть перегиб в пояснице. Далее рисуем кружочки. Сначала в правую сторону, и чем больше амплитуда, тем лучше. И опять делаем наклончики вперед-назад, хорошенько, с большой амплитудой, насколько это возможно. Прожимаем, выталкиваем бедра. Лево-вправо, покрутили-покрутили. И затем делаем в другую сторону круги. Попрыгали, все в произвольном порядке. Покрутили, попрыгали, порисовали восьмерочки, возможно. И покрутили тазом в одну сторону, затем в другую сторону. Вообще фитбол это незаменимая вещь, как для беременности, так она потом, впоследствии, будет нужна и для малыша, и для того, чтобы восстановиться после беременности. Для того, чтобы расслабить позвоночник. Далее кладем локти на фитбол и делаем такие прокаты. Расслабляем спину, расплабляем позвоночник, вытягиваем его и делаем прокаты такие вперед-назад. Следующее упражнение это выпады. С английского будет rocking lunges. То есть мы выставляем одну ножку вперед, одна у нас стоит на колени. И мы делаем тоже такие покачивания вперед-назад. Далее мы добавляем круговое вращение в сторону передней ноги. То есть вытягиваемся, выводим вперед корпус и вращаемся в сторону передней ноги. Разворачиваем бедра. То есть у нас получается идет вращение таза вперед-назад. Вот одна нога у нас согнутая, другая ровная. И мы делаем такие покачивания вперед-назад. Расслабляемся тоже. Идем за мечом. То же самое будем повторять на другую ногу. Сначала у нас rocking lunges. То есть идет у нас покачивание вперед-назад. Мы сначала сгибаем колено передней ноги, затем его полностью выравниваем. И добавляем круговое вращение в сторону передней ноги. То есть сначала с небольшой амплитудой. И затем чем больше амплитуда получается, тем лучше. Разворачиваем таз. Ровная нога у нас получается в стороне. И согнутая тоже в стороне. И будем сейчас тоже делать вперед-назад покачивание. Идем за фитболом. Можно облокачиваться на мяч. И мы делаем большую амплитуду. Прямо садимся на корточки и дальше встаем. Следующее упражнение у нас будет для копчика, для крестца. Мы стараемся колени держать вместе. И стопы разводим наружу. И тоже делаем такие покачивания бедрами вперед-назад. То есть садимся, можно сказать, практически на пол. И дальше встаем, выталкиваем бедра. И плавненько плывем прямо за мячом. Следующее положение очень классное. Оно очень хорошо расслабляет спину. Ложимся вот так вот на мяч. Укладываемся поудобней. Колени у нас на ширине бедер. Можно немножко шире. И мы делаем такие боковые покачивания со стороны в сторону. Просто улеглись и расслабляемся. Такое положение очень хорошее. Оно поможет проживать схватки. Дальше мы садимся в такое глубокое плие. Колени у нас выворотные. Носочки у нас тоже выворотные. И мы делаем такие покачивания с одной ноги на другую. И мы плавно переходим к последнему упражнению на сегодня. У нас такое упражнение для того, чтобы расслабить подколенные сухожилия, а также заднюю поверхность бедра. Если понравилось это видео, то подписывайся на канал и увидимся.